Профессиональный водитель Алексей Антипов торопится на работу. Его организацию не коснулся режим самоизоляции, поэтому запас медицинских масок приходится регулярно пополнять. Сегодня Алексей немного сэкономил. Полицейские на блокпосту при въезде в Самару вручили ему средства индивидуальной защиты и памятку, как защититься от коронавируса. Защищаться люди должны в любом случае. Иммунитет должен быть крепкий. Вот. И все. Закаляться. Представители общественного совета городской полиции решили включиться в борьбу с распространением вируса. На свои средства приобрели более тысячи медицинских масок и весь день раздавали их водителям. Посмотрите, что творится в Москве. Мы не хотим такого же. Ну и соответственно, опять же, надо с водителями говорить насчет самоизоляции. Потому что, опять, карантин, самоизоляция, машин, море. В парке Гагарина полицейские тоже раздавали брошюры и медицинские маски. К сожалению, в последние дни вот этот режим мы, жители города, перестали соблюдать. На улицах появилось больше машин, больше жителей ходят по паркам, по улицам, по скверам. И членам общественного совета было принято решение выйти самим убедиться, и не только убедиться, пообщаться с жителями, постараться убедить их, что режим надо соблюдать. И соблюдение режима, в первую очередь, нужно для них, для их близких. Вручив средства индивидуальной защиты, полицейские просят гуляющих горожан вернуться домой. Александра Сергеева долго уговаривать не пришлось. Он ярый сторонник самоизоляции во время коронавируса. Не работает, а из дома вышел в магазин за продуктами и в аптеку. Такая ситуация в стране и во всем мире. Конечно, игнорировать такие вещи нельзя. Поэтому соблюдать эти моменты все надо. Руки мыть, воду пить и, соответственно, поменьше, по возможности, не выходить на улицу. Полицейские дальше будут проводить профилактические беседы с саммарцами и раздавать им маски. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.